Всем привет, уважаемые зрители у микрофона ЧСВ, и сегодня мы поговорим о главной проблеме игры на момент 2021 года. Конечно же, об управляемых ракетах Bullpup. Ведь у нас тут не какие-то там свисты перделки и не детский сад, а только актуальные и важные проблемы. Ладно, я шучу, поговорим о более глубокой теме, а именно о балансе наземки и ледки в совместных реалистичных боях War Thunder. Попробую пролить луч ясности на эту тему и объективно пройтись по предрассудкам и выяснить, кто же именно у нас им будет в игре. Танки, ну или же самолет. Конечно же, я буду пользоваться своим субъективным опытом и объективной статистикой техники. Натолкнул меня на это видео как никогда алканавтер, который заявил, что главная проблема в игре это ракеты Bullpup и DORT, а самое главное, что он будет просить разработчика что-то с этими ракетами сделать. Ну а тут уж простите, молчать с моей стороны будет просто преступлением. И нет, это не война с алканавтером, так что успокойтесь, это скорее попытка здраво взглянуть на реалии в совместных боях. Начнем мы со стоимости респауна в бою, ведь экономика внутри катки это важно и нужно в ней разбираться, чтобы объективно оценивать технику. Самый дешевый класс у нас зенитка, 70 очков возрождения. А это гарантия того, что взять зенитку ты сможешь абсолютно всегда, как бы хреново ты не сыграл до этого. Танк у нас в среднем стоит где-то 150, и то я думаю, немножко я завысил его стоимость, но пусть будет так. А самолет, загруженный им балансными по мнению алканавтера ракетами, обойдется вам в 600 очков возрождений. Короче, штурмовик у нас в цену 4 танков, или же 8,5 зенитки. Наземка все же стоит в разы дешевле. Да и набить эти 600 очков возрождения может в каждом бою далеко не каждый, ведь большинство из игроков тундры играет, так сказать, в ноль. Билл и сам сразу же умер. На это весь баланс игры и заточен, по сути. Так вот, чтобы набрать достаточно очков возрождения для штурмовика, нужно быть эффективным. Сам Кирилл заговорил о буллпапах, не сумев нафармить на Маврике, а он об этом, в принципе, и сам сказал в видео. Профильный, далеко не самый слабый обзорщик War Thunder'а не смог нафармить на штурмовик. Это так, к слову. Короче, танкисты, надеюсь, то, что самолет стоит во много раз дороже на земке, вы теперь поняли. Пошли по реальной эффективности классов. Г-91Р3. Наверное, лучший самолет-носитель ракет воздух-воздух, а его результаты по Тандерскилу 2.28 фрага на смерть. Это вполне хороший показатель, можно сказать, топовый. Полковой А4 с 5 буллпапами имеет 1.95КД, что тоже вполне достойно. Ну а что по танкам, ЕБР, например, колесник вроде как имба, да, смог в 2.16 фрага на смерть, что лучше показателя американского штурмовика с 5 главными проблемами 2021 года ракетами пуллпап и чуть хуже носителя нордов. Кстати, у Пантеры КД-2.52 и она обгоняет даже Г-91 по своей статистике. А у немецкого БТ Леопарда 2.6 КД-2.07. Давайте глянем из зенитки. Фалькон 1.68 фрага на смерть, Тунгуска 1.42, а флаг Рократ 2.2КД. Получается, что топовая немецкая зенитка играется у нас лучше самолета с 5 буллпапами. Неужели мы нашли еще одну главную проблему Вартандера? Но это не все, ребят. Давайте обратимся еще и к математике. Г-91 делает 2.28 КД, потратив на все это 600 очков возрождения. А флаг Рократ делает по сути то же самое, но всего за 70 очков возрождения. Потом, зенитчик может еще и взять танк и сделать снова, по сути тот же самый результат, как и лучший ракетный самолет. Потратив всего на зенитку и на танк где-то 220 очков. Пилоту же потребуется 600 очков возрождения, но при этом он нанесет урон команде в 2 раза меньше, чем танкист в среднем на топ зенитке и на топ танке. Так что, ребят, теперь у нас главная проблема Вартандера немецкий наземный сетап для топ тира? Или Пантер-Ф, может быть, у которой статистика лучше всех, абсолютно всех ракетных штурмовиков? Ну, смешно же. На мой взгляд, самолеты прошли достаточно нерфов за всю историю Вартандера, чтобы не быть больше никогда главной проблемой игры. Да, существует все еще эффективная машина, а-ля Дойки, Г-91 и носители ракеты Буллпап. Но, как показывает статистика, а не просто, я говорю, рассчитывая на ваше доверие, они недалеко ушли от танков и зениток, которые во много, во много раз дешевле обойдутся любому из вас в бою. На мой взгляд, сейчас куда сложнее штурмиться на топовом самолете, чем делать фраги на зенитке, которая стоит 70 очков возрождения, что смешно. Стоишь себе, чилишь на респауне и убиваешь самолеты или же вертолеты, нажав всего две кнопки – лок и огонь. И на это способна любая топовая или предтоповая зенитка, а также любой игрок у нас в игре, для этого много скилла не нужно. Кто-то говорит, что самолет убивает зенитки с трех километров. Ну, не знаю, если зенитчик, конечно же, палит свою позицию, открыв огонь с пушек, находясь где-то за пять километров от цели, то да, это правдоподобно. Но если зенитка ждет в укрытии, а не посреди респауна и бьет на верочку с полутора или же одного километра, то мало кто из самолетов увернется от такого секундного залпа. И это я еще молчу про ракетные топовые зенитки, которые, в принципе, сразу избивают треснувшиеся самолеты. На данный момент зенитка – самый имбовый и анскильный класс в игре. За счет простоты применения, отдыха на респауне и цены в 70 очков возрождения. Ты можешь просто пить свою балтику девяточку и сбивать самолеты, делая КД 2.2. В среднем же, на момент вылета штурмовика, на карте уже, в принципе, и зенитка, и очень часто она не в одном лице. И чтобы справиться с этими зенитками, а потом еще и с танкистами, то нужно уметь не просто летать по прямой, а грамотно выбирать цели, подбирать время для захода и, конечно же, маневрировать. А еще тебе должно повезти с погодой. В дымку, в дождь, там, в вечер или же в ночь ничего на земле вообще не видно. Кстати, даже днем танки могут не прорисовываться или же быть скрытыми за поломанными лодами на некоторых местах на карте, ну или же на всей карте. Привет, Северску-13. И все это нужно учитывать и воплощать в своих действиях, а не нажимать две кнопки и делать фраги вне зависимости от обстоятельств. Чтобы вы понимали, моя подготовка на самолете до топ-уровня, чтобы быть конкурентно способных на турнирах пролики составила где-то год, а на танках всего полгода. Так что научиться играть на наземке куда проще и легче. Так вот, уважаемые танкисты, вы в таких же условиях, как и те, кто вас штурмят. Никто не мешает вам набить эти 600 очков возрождения и сесть за штурмовик. Но это же надо учиться летать, да? И никто вам не мешает залезть на эту самую зенитку и при этом не стоять в открытом поле, поливая с 5 километров Г-91 и ожидая ответочку. Нужно всего лишь продвигаться по карте, поджидая в непредсказуемых местах. Но это же сложнее, чем нажимать две кнопки, да? А знаете почему у меня на канале практически сейчас нет контента по штурмовке? И я даже за деньги на стримах не летаю в совместных боях на самолетах. Нет, не потому что я не умею этого делать, у меня на всех основных штурмовиках КД от 4 до 10 и не на ботах в АВРБ, а в совместке на реальных игроках. Я изначально профильный универсал, я могу как на самолете играть, так и на танке, причем одинаково. Но я не летаю по причине того, что самолеты, лично в моем понимании, стали второсортным классом, а не полноценным в плане его потенциала. На танке в 2021 году я могу дать бой на 10, 15, 20 фрагов, а на самолете потолочек будет в 6-8 фрагов за бой. И то, если мне повезет. Разработчики War Thunder сделали все, чтобы их основной аудитории танкистов жилось относительно комфортно в совместных боях. Такие вот дела, и это я еще вообще вертолеты не упоминал, а там, ой, как много проблем. Как говорится, ребят, хорошо там, где нас нет. Так же, как и у вас, горит от того, что ракета залетает или же бомба там падает на ваш танк, горят и пилоты, оказавшись один на один против трех-четырех зениток, без какой-либо перспективы отбить свои 600 очков возрождения за респаун. Играя против тех, кто контрит твой класс, вообще не утруждаясь, еще и их техника стоит 70 очков возрождения. Но, если честно, меня все же иногда бесят игроки, которые штурмят мой танк, всего лишь захватив до этого домашнюю точку. Этого явно маловато, чтобы иметь возможность вылета на самолете и убивать танкистов, на мой взгляд. Вот фарм очков возрождений за домашнюю точку можно было бы уменьшить, но то такое. Мне очень хотелось бы попросить разработчиков не трогать буллпапы. Пусть последние оплоты эффективной штурмовки живут у нас и дальше. А вот поднять цену за зенитки, я думаю, не помешало бы. Пусть эти игроки берут танки и участвуют в зарубах, они стоят толпами на респауне, выжидая самолеты. Ну, или же учатся летать на тех самых самолетах. 70 очков за КД 2+, которые достигаются нажатием всего двух кнопок, это реально слишком. Зенитчики, продвигайтесь по карте, я вас прошу, не стойте как камни у себя на респауне. А также выжидайте свою эффективную дистанцию атаки и вы будете сбивать абсолютно все самолеты, которые только у вас могут летать. Ну а вы танкисты, просто попробуйте сами поштурмиться, вместо того, чтобы брать второй танк или зенитку. Ну и сразу же поймете, что не все так просто, как кажется. Ну а главными проблемами игры на момент 2021 года являются плохие карты, баланс, темная графика, в которой ничего не видно и хочется поставить минималки. Растущее с каждым днем число кемперов в бою, ну еще куча всякого. Но что-что, а буллпапы в этот список явно не вхожи. Всем спасибо за просмотр, надеюсь я немного открыл вам глаза на реальный баланс противостояния самолетов, танков и зениток. Так что всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok